В автомобильный магазин заходит восточного вида человек и спрашивает сидящего за прилавком продавца. Скажи, машины в продаже есть? Есть. И что, можно вот сейчас купить Волгу? Можно купить. А можно москвич? Можно москвич. А девятку белого цвета? Пожалуйста. Слушай, что ты в меддурака делаешь? Так ты первый начал. Женщина сдавала экзамен на получение водительских прав. Когда вернулась домой, муж спросил ее, ну как сдала? Еще не знаю. А что сказал инструктор? Ничего. Врачи еще не могут привести его в сознание. Милиционер, вы двигались со скоростью 80 км в час. Водитель, напишите в протоколе 120, пожалуйста, зачем? Тогда я, наконец, смогу продать свою машину. Ночью затонул пароход. На маленький островок выплыли четверо мужчин. 20-летний, 35-летний, 50-летний и 70-летний. Когда они утром проснулись, то увидели, что на соседнем островке нашли пристанище четыре молодые женщины. 20-летний с криком, девчонки, а к вам прыгнул в воду и поплыл. 35-летний, попробовав воду ногой, сказал, вода холодная, давайте соорудим какой-нибудь плод. 50-летний раздумчиво заметил, ну зачем что-то сооружать? Переплывать? Подождем, когда они сами к нам приплывут. А 70-летний сказал, а зачем им сюда плыть? У меня есть бинокль. Соревнование по плаванию среди инвалидов. Кто без руки, кто без ноги, а на последней дорожке одна голова. Дали старт, все поплыли, а голова пошла ко дну. Вытащили ее, откачали, голова открыла глаза и говорит, я пять лет училась ушами грести, а мне эти козлы перед самым стартом резиновую шапочку натянули. Идет мужик по пустыне и изнывает от жажды. Видит, стоит кувшин. Поднял, а из кувшина вылетает джин. Что, прикажешь, мой господин? Хочу домой. Пошли. Я быстро хочу. Ну тогда побежали. Идет человек по пустыне в ластах и маске. Навстречу ему туркмен на верблюде. Эй, уважаемый, далеко ли до моря? Километров триста будет. Ну и пляж отгрохали. Матрос с катера ловит рыбу. Долго нет клева, и вдруг попадается золотая рыбка. Отпусти меня, говорит она. Любое твое желание исполню. Матрос про себя думает, а что мне надо? Машина у меня есть. Деньги на сберкнижке есть. Красавица-жена есть. Две любовницы есть. Слушай, говорит, мне от тебя ничего не надо. Я тебя отпущу. А ты выполни желание того, кто первым появится на палубе. Проходит два часа, скрипит дверь, появляется заспанная физиономия Боцмана. Посмотрев вокруг себя, он говорит, ну и погодка, якорь мне в задницу. Едет Шварценеггер в автобусе. Стоящая сзади женщина спрашивает, вы выходите? Выхожу. А люди перед вами выходят, только они об этом еще не знают. Палач приходит с работы домой, за плечом у него мешок, в котором что-то шевелится. Жена спрашивает, что это ты притащил? Да так, халтурку на дом взял. Загипсованный человек на больничной койке пишет письмо редактору. Уважаемый редактор, в вашем самоучителе по прыжкам с парасчутом на 22-й странице 5-я строка сверху вероятно допущена опечатка. Лодочная станция. Спасатель кричит в мегафон. Лодка номер 99, гребите к берегу, ваше время истекло. Шеф, говорит помощник, у нас всего 75 лодок. Один падает с крыши высотного дома, пролетая мимо человека, стоящего на балконе, кричит. Какой этаж? Восемнадцатый. Но еще можно жить. Покупатель, что же это вы мне такое мясо взвесили? Продавец, я же предупреждал, что торгуем с собачатиной. Покупатель, знаю, что с собачатиной, но при чем же здесь в мясе щепки, гвозди? Продавец, мясо второго сорта рубим вместе с будкой. Человек выходит из аптеки, его догоняет запыхавшаяся продавщица, гражданин. Вы сейчас взяли глюконат кальция, верните его обратно. Почему? Я по ошибке выдал вам цианистый калий, а я его уже выпил. Тогда быстрее доплатите 16 копеек. Покупатель возвращает в магазин электропилу. В инструкции написано, что с его помощью можно распилить за день 5 кубометров дров, а я, как ни стараюсь, больше двух не успеваю. Пожав плечами, продавец для проверки включил пилу в электросеть. Покупатель вздрагивает и спрашивает, а чего это она зажужжала? Забегает мужик в аптеку и спрашивает, у вас апельсины есть? Нет, у нас аптека, а не овощи, фрукты. Аптека, а не овощи, фрукты. На другой день мужик снова пришел, апельсины есть? И так несколько дней. Сотрудники, чтобы отвязаться от него, повесили на дверях табличку, апельсинов нет. На другой день мужик снова прибегает, видит табличку и злорадно кричит, а-а-а, все-таки были, были апельсины? Мужчина заходит в комиссионный магазин, чтобы купить жене подарок. Сколько стоят эти туфли, спрашивает продавца? Тысячу рублей. Мужчина изумленно присвистнул. А вот эти белые? Два присвистывания. В магазине покупатель спрашивает продавца, у вас есть лопаты? Нет. А ведра? Нет. А гвозди? Нет. А почему вы тогда здесь сидите? Потому что замков нет. Идет игра «Поле чудес». Играющий крутит барабан, и стрелка останавливается на секторе «Приз». Якубович. Ну, для сведения слушателей, Якубович — это постоянный ведущий этой передачи «Поле чудес» в течение, по-моему, уже пяти лет, более пяти лет. Якубович, будете продолжать играть или возьмете приз? Играющий — приз. Я вам, не глядя, за него даю сто рублей. Приз. Тысячу рублей. Приз. Якубович заглянул в черный ящик и объявил. Пять тысяч рублей. Приз. Тогда вы можете его взять своими руками. Играющий лезет в черный ящик. А-а-а! Крокодил! Это не крокодил, торжественно возвещает Якубович. Это медвежий капкан фирмы «Филлипс». Такси. На заднем сидении сидят двое. Представляешь, там одни и те же рюмки под ликер и водку ставили. Кошмар! А я недавно тоже был. Даже рыбных ножей не положили. Ужас! Таксист не выдерживает и говорит. Ребят, ничего, что я к вам спиной сижу. Если моя мама собирается у нас жить, говорит жена мужу, то, может, нам придется переехать в больший по размеру дом. Ничего не выйдет, отвечает он. Рано или поздно она найдет нас и там. Два брата колхозника. В войну один был партизаном, другой полицаем. После войны первый остался рядовым колхозником, а другой, отбыв срок, пошел в гору. Звеневой, председатель, депутат, загранпоездки. Первый брат интересуется, почему тебе все так легко дается? Все очень просто, отвечает. Что ты пишешь обо мне в своих анкетах? Что у меня брат был полицаем. А я, что мой брат, партизаном? Участковый обращается к хозяину квартиры. Так, будем судить вас за самогоноварение. Но я ведь не гнал самогон. Ну и что? Аппарат же есть. Тогда судите и за изнасилование. А что, вы кого-то изнасиловали? Нет. Но аппарат же есть. Грузин сдает экзамен. На водительские права ему показывают дорожный знак, на котором изображен бегущий лось. Ответьте, что означает этот знак. Грузин долго думает, потом отвечает. Звери. Правильно. А где этот знак устанавливается? За 200 метров перед Гаей. В школе ЦРУ идет урок русского языка. Преподаватель, у кого есть вопросы по теме винный магазин? Сэр, объясните, пожалуйста, во фразе мужики, кто последний за водкой, в каком месте должен стоять неопределенный артикль бля? Мужчина пришел к одинокой женщине домой. Хозяйка накрывает. На стол гость выпил, поел. Она обняла его. А теперь ты мой. Нет уж, мой сама. Готовится к запуску новая американская ракета большой дальности на дереве у стартовой площадки сидят две вороны. Взлетит, говорит одна. Не взлетит, говорит другая. А я говорю, взлетит. А я говорю, не взлетит. Происходит запуск. Ракета взрывается, не взлетев. Ну что, накаркала? Служу Советскому Союзу. Иван перед свадьбой красит свой член зеленый цвет. Это зачем? Спрашивает его приятель. Если Машка спросит, почему у тебя это зеленого цвета, я ей скажу, а где ты другой видела? Разговор двух кадровиков. Слушай, ты теперь евреев берешь на работу? Беру. А где ты их берешь? Сидит мужик на кухне. Мужик читает газету. Вдруг звонок в дверь. Он открывает и видит. Стоит обезьяна с ведром и шваброй и говорит, я из КБО. Пришла к вам окна мыть. Он говорит, проходите, пожалуйста, в комнату. А сам сел и стал газету читать. Вдруг звонок опять. Открывает. А там опять обезьяна стоит. Мужик возмущенно говорит, да сколько у вас еще будет? Обезьяна отвечает, да я все та же, просто у вас подоконники скользкие. К дочке приезжает в гости мать. На пороге ее встречает зять. Надолго ли к нам приехали? Да пока не надоем. Значит, чайку не попьете с нами? На птичьем рынке мужчина продает комара в банке с надписью «Заменитель мужчины. Цена 50 рублей». А как им пользоваться, спрашивает покупательница. Разденьтесь, лягте и выпустите его из банки. Если что не так, вот телефон. Придя домой, женщина открыла банку. Комар сел на подолок, сидит себе. Пришлось звонить по телефону. Мужик сразу приехал, разделся и говорит комару, смотри внимательно, показываю последний раз. После венчания в церкви жених подошел к священнику, сколько вам должен. Все зависит от красоты вашей супруги. Жених сунул святому отцу 20 копеек. Кто-то оскорбительно подошел к невесте, заглянул под вуаль и молча вернул жениху гривенник. Официант подходит к посетителю. Что будешь есть, уважаемый? Шашлык. Так. Цыпленок табака. Хорошо. Зелень. Прекрасно. Виноград. Отлично. Фрукты. Тоже неплохо. Коньяк 200. Сухого бутылку. Извини, дорогой. Есть только морковные котлеты и чай. Что ж ты раньше не сказал? Хорошо, говоришь. Некто пытается вскочить в трамвай, но попадает под колеса, лишается обеих рук. Ничуть не смутившись, он вскакивает в следующий трамвай. Вновь неудачно ему отрезает ноги. Беднягу вносят вагон, чтобы отвезти в больницу, но тут он открывает глаза и требует. Прошу всех предъявить билеты. За стольные годы мужик жалуется друзьям. Вам всем жены по три с половиной рублей дают на обед, а мне только рубль. Друзья ему посоветовали любить жену покрепче, как положено. После напряженной ночи мужик засыпает и думает, вот теперь нам не утром рублей пять даст. Утром проснулся, жена на работу ушла, на столе пятьдесят копеек и записка «Жиру, гад, бесишься!» После акта девушка говорит парню, а я спидом болею. А я тоже. А я пошутила. Значит, больше шутить не будешь. Автобус стоит на остановке, шофер достал бутылку. Будет ли кто? Все молчат. Выпил, покурил. Достает еще одну. Будет ли кто? Молчат. Выпил. Надевает мотоциклетный шлем. Ну что, смертнички, поехали! На рынке женщина обращается к продавцу. А где же ваша лошадь? Какая лошадь? Я продаю кроликов. Вы куда смотрите? Как куда? Я смотрю на ценник. Мама, помнишь, ты мне как-то сказала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Да, моя милая? Так вот, я хотела тебе сказать, что прошлой ночью я открыла новый путь. Мужчина купил новые ботинки, пришел домой. А никто не замечает. Сходил в душ, выходит голый в новых ботинках. Жена спрашивает, что это у тебя висит? Это указатель на новые ботинки. Лучше бы ты шляпу купил. Женщина рассказывает подругам. Представляете, сплю я как-то одна в квартире и слышу шорох. Зажла ночник и вижу. По комнате шастает мужик, явно вор, но симпатичный. А я и говорю ему, чтобы через два часа и духу его не было. Американец, англичанин и русский хвалятся, что заставят кошку есть горчицу. Американец схватает кошку и запихивает ей горчицу в пасть. Это насилие, протестует русский. Англичанин кладет горчицу между двумя кусками колбасы, и кошка ее съедает. Это обман, протестует русский. После чего мажет кошки под хвостом, и кошка своем вылизывает. Обратите внимание, говорит русский, добровольно. И спесь с ней. Прохожий бросил монету в чашечку незрячего. Монета выскочила из чашечки и покатилась по тротуару, но человек в темных очках быстро ее догнал. А я думал, что вы незрячий, сказал прохожий. Нет, я не слепой, я его замещаю, пока он сидит в кино. Василий Иванович проводился на экзаменах в военную академию. Петька спрашивает, что тебе задали по математике. Описать квадратный трехчлен. Ну и что? Описал? Что ты, Петька, представить страшно. В церкви молится грузин, чтобы Бог помог купить ему машину, а рядом молится русский, чтобы Бог помог ему купить пол-литра. Грузин, на тебе 10 рублей. И не отвлекай Бога мелкими просьбами. Диалог в 21 веке. Скажите, а противогаз не мешает вам в интимной жизни? Ну, что вы, наоборот. Во-первых, жена в нем молчит. Во-вторых, я не вижу ее лица. А в-третьих, когда я затыкаю клапана, она хоть немножко начинает шевелиться. Ночь. Стук в дверь. Хозяин, кто там? Голос. Это я. Ты бы дымский конь. Хозяин, иди отсюда. Голос. Вот так всегда. Ты бы дым, ты бы дым, ты бы дым. На скамеечке сидит старичок и плачет. Подходит прохожий узнать, в чем дело. Мне 78 лет, всхлипывает старичок. Дома меня ждет жена красавица. Она меня так любит, так любит. Ну, так вставайте, идите к ней. Я адрес забыл. В случае чего, как будем воевать с Китаем, ведь их миллиард с лишним. Справимся. Не числом, а умением. Как евреи с арабами. А евреев-то хватит. Профессор-последователь Мичурина читает лекцию в институте. Вдруг стук в дверь. Входит секретарша и говорит. Ваша жена доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Что случилось? Она полезла на яблоню за укропом, а на нее арбуз упал. Послушай, Зин, у нас такая маленькая квартира, а тут еще дядя Вася попросился переночевать одну ночь, а живет с нами второй год. Ты бы с ним поговорила? А почему я? Ну, а кто же? Ведь твой же дядя. Мой? А я-то все время думал, что твой. Два человека встречаются на том свете, первый спрашивает, как ты сюда попал? Упал с четырнадцатый этажного дома, а ты смотреть надо, куда падаешь. Лекция в институте на тему психологии. Профессор, сейчас я вам покажу три степени раздражительности. Вот я беру телефонную книгу и набираю первый попавшийся номер, подключаю к динамику, чтобы все слышали. Набирает номер телефона. Алло, позовите Павлика. Голос. Нет, вы ошиблись, здесь таких нет. Профессор, это была первая степень раздражительности, а теперь вторая. Набирает опять тот же номер. Алло, а Павлик дома? Из трубки раздраженно здесь нет никакого Павлика. Внимательно набирайте. Это была вторая степень раздражительности, теперь третья. Набирает номер. Алло, Павлика, можно? Из трубки слышится отборный мат. Это была третья степень раздражительности. У кого какие вопросы? Один студент поднимает руку. Профессор, я могу показать высшую степень раздражительности. Снимает трубку, набирает все тот же номер. Алло, здравствуйте, я Павлик. Мне никто не звонил. Стук в дверь. Кто там? Милиция. Никого нет дома. А кто говорит? Говорит Москва. Двенадцать часов в московское время. Десантник отказывается прыгать. Кричит. Двенадцать раз прыгал. Двенадцать раз парашют не раскрывался. Не хочу, не хочу. Все-таки выпихнули его из самолета. А в совхозе в это время идет собрание. Председатель говорит, ну вот, механизаторы опять, все пьяные, доярки, в декрете, топлива нет, страшный грохот наверху на крыше. И этот десантник ну так надоел. В купе едут мужчина и женщина. Мужчина предлагает, давайте отгадывать профессии. Вот моя, например, начинается на И и заканчивается на Р. Наверное, инженер. Правильно, ваша. Начинается на Б, а заканчивается на мягкий знак. Повисла неловкая пауза. Библиотекарь, отвечает женщина. А то, что вы подумали, мое хобби. Мама, кричит трубку телефона дочь, уже два часа ночи, а мужа все нет, он, наверное, любовницу себе завел. Доченька, зачем сразу подозревать худшее? Может, он попал под машину и лежит в реанимации? Или в морге? Идет красная шапочка по лесу. Вдруг удар по голове, очнулась и видит записку. Красная шапочка, ты больше не девочка. И подпись Али-Баба и сорок разбойников. Расстроилась красная шапочка. Идет дальше и снова удар по голове. Очнулась, опять записка. Красная шапочка, ты снова девочка. И подпись Тимур и его команда. Встречаются Кощей и Баба-Яга. Куда путь держишь, старуха? На север, Кощейушка, на север. Далеко ли? В заполярный гарнизон Дурундук. А зачем? Да надоело в девках ходить. Дай, думаю, выйду замуж за офицера. Да кто ж тебя такую возьмет? Не скажи, Кощейушка, не скажи. Это здесь я Баба-Яга, а там я Василиса Прекрасная. Человек устраивается работать на базу. Ему объясняют. Здесь у нас черная икра, здесь красная, здесь балык, здесь осетрина. Простите, а сколько я буду получать? Восемьдесят рублей. Мало. Утром приходит другой, ему все так же показывают, он молчит. Простите, а вас не интересует, сколько вы будете получать? Как? У вас здесь еще и платят? Два охотника с собакой отправились на уток, вечером идут усталые, подавленные, без добычи. Один спрашивает другого неуверенно, может, собаку надо было подбрасывать повыше? В парке молодой папа толкает коляску, в которой громко плачет ребенок. Отец тихо повторяет, спокойно, Вася, успокойся, Вася. Навстречу идет старушка и замечает, ребенок все равно вас не понимает, взяли бы лучше его на руки и успокоили. Видите ли, отвечает папа, Вася, это я. Танкисты чинят у танка гусеницу. Гусеницу. Вдруг появляется фея и спрашивает, чем вы занимаетесь? Да вот с гусеницей трахаемся. А хотите по-настоящему? Конечно, хотим. Фея взмахнула палочкой, и у танка отвалилась башня. Создали американцы робота, заменяющего мужчину, пригласили русскую, американку и немку на испытания. Первая пошла американка. Через некоторое время выбегает. Прекрасно. Немка выбежала, закричала. Колоссально! Прошла русская, час, два, три, нету, потом крик. Я тебе покажу. Батарейки сели. Дорогой, мне так не хочется идти в гости к родственникам. Мне тоже. Но ты представь, если мы не пойдем, как они обрадуются. Да, надо идти. Хазанов, для тех, кто не знает, это нынешние современные и последние 20 лет популярные артисты эстрады. Хазанов не был в кулинарном техникуме на занятиях три дня. Преподаватель спрашивает, ты почему прогулял? Первый день на бабу залазил, а второй день с бабы слазил, интересно, а третий день отходил, весь день руки, ноги тряслись. Да где ж ты такую бабу нашел? Да возле ВДНХ с серпом стоит. Для тех, кто не знает, это монумент Мухиной, рабочие колхозницы. И вот эта колхозница, так называемая, стоит с серпом. Далее по тексту. На берегу реки скамейка, на ней деревенская парочка. А этот монумент стоит перед, у одного из входов выставки народного, достижения народного хозяйства союза. Далее по тексту. На берегу реки скамейка, на ней деревенская парочка. На другом берегу тоже скамейка, но на ней парочка городских. Вань, а Вань, гляди, городские обнимаются, Ваня молчит. Вань, а Вань, городские уже целуются, Ваня молчит. Вань, а Вань, ну сделай хоть что-нибудь. Ну, хочешь, я тебе руку сломаю? Жора, почему ты такой желтый? Да моча в голову ударила. А почему синяк под глазом? А ты что думал, горшок мимо пролетел? Товарищ проводник, разбудите меня перед станцией раздельная. Вам там выходить? Нет, моему соседу. А зачем вас будить? А я хочу посмотреть, как он проспит свою станцию. Мужик приходит на работу, начальник спрашивает, почему опоздал? Мужик оправдывается, да вот, вчера днем покрасил пол, сегодня забыл, встал ногой в краску и прилип. Пока отдирал одну ногу, прилип другой, только отодрал вторую ногу, пришла соседка, пока отодрал соседку, время ушло. Сидит милиционер в машине и резинкой от трусов мух на лобовом стекле бьет. И вдруг одна муха говорит, не бей меня, я тебе три желания исполню. Милиционер не растерялся, хочу дачу под Москвой и новую машину. И очутился милиционер на роскошной даче, а под окном машина, а третье желание, хочу не работать и чтоб деньги были. В этот же момент очутился милиционер в старом автомобиле и, как прежде, щелкает мух резинкой. Едут два грузина в машине, один другого спрашивает, Гоги, можно я пукну? Можно, отвечает Гоги, ну что пахнет? Нет, говорит Гоги, а можно я еще пукну, спрашивает друг. Нет, отвечает Гоги, а что Гоги, все-таки пахнет? Нет, глаза режет. Таможенник на границе спрашивает, а наша героин марихуана? Проходящий контроль мужик, да нет, не нужно, у меня у самого этого добра чемодан. Один мужик загорал сыном на пляже, а теща купалась, вдруг она стала тонуть. Смотри, папа, закричал сын, бабушка рукой машет. Что ж ты сидишь, сынок, помаши ей на прощание. Сидят парень с девушкой на скамейке, парень говорит, дорогая, можно я позволю себе небольшую шалость? Можно, вздохнув девушка и зажмуривается, но вот и все, и совсем не пахнет, правда? Сидит мужик, ловит рыбу, вдруг всплывает американская подводная лодка, на мостике появляется капитан. Мы где находимся, дружище? Пошел нах! Капитан в лодку, ребята, мы в России! Муж спрашивает жену, ну, как ты сходила в гости? О, это был прекрасный вечер, Петровы попросили меня спеть, и я спела им романс, молодец, ненавижу этих Петровых. В парикмахерской сидит молодой человек с очень длинными волосами, вокруг него ходит парикмахер с магнитом и водит им над головой клиента. У вас что, новый способ стрижки? Нет, просто я ищу ножницы. Д'Артаньян вызвал Илью Муромца на дуэль и мелом поставил ему на груди крестик. Зачем это, спрашивает Илья Муромец? В этом месте я тебя проткну. Добрыня, обсыпь его мелом. Приходит мужчина в магазин и спрашивает, у вас трусы есть? Нет, отвечает водовщица. А в продаже? На остановке трогается автобус с открытыми дверями, за автобусом бежит мужчина с арбузом, машет рукой и что-то кричит, автобус едет под уклон и прибавляет ход. Мужчина падает, арбуз в куски, пассажиры помирают от смеха. Мужчина вскакивает, продолжает что-то кричать и бежать. Одна дама высовывается из окна и кричит ему мужчина, мужчина, перестаньте бежать, мы тут от смеха уписались. Сейчас укакаетесь, я водитель автобуса. Пассажиры садятся в самолет, среди них молодой человек с синяком под глазом и в одних трусах. Один из пассажиров подходит к нему и говорит, послушай, а ты по приличи не мог одеться? Ты понимаешь, я невезучий. Вот сейчас только вышел из дома, на меня напали, обокрали и раздели. Один билет только остался. Они садятся в самолет, их места оказались рядом, невезучий продолжает разговор. Вот посмотришь, до места не долетим, я же невезучий. Выходит стюардесса и говорит, просьба не паниковать, наш самолет падает в океан. Синька есть? Есть. Какого цвета? Ваши права. Права? Неужели вы их потеряли? Ведь я их отдал вам на прошлой неделе. Гномик в аптеке. Дайте мне, пожалуйста, пирамидон. Вам завернуть? Нет, я так покачу. В аптеке? Нет, нет, нет. Чтобы купить мышьяк, нужен рецепт с печатью. Одной фотографии вашей тещи недостаточно. На могильной плите надпись «Спи спокойно, дорогой Гиви». Факты не подтвердились. Ты никогда не бывал в Самаре? Нет, никогда. Тогда ты должен знать мою сестру. Она тоже никогда там не бывала. Мама, скажи, как тебе удалось отучить папу грызть свои ногти? Очень просто. Я спрятала его вставную челюсть. Пожилого официанта спросили, какова самая заветная мечта в его жизни? Он отвечает, чтобы все гости ели и пили дома, а чаевые присылали по почте. Новичок на рыбалке. Что это значит, сосед? Видите, поплавок почему-то все время тонет. Сидите спокойно. Это бракованный поплавок. Выходя из ресторана, жена тихо говорит мужу «Нет, ты сошел с ума. Дал гардеробщику десять рублей». «Дура, посмотри, какую он мне дал шапку». «Посмотри, Сема, в твоем пиве плавает муха. Всего одна. Ну, сколько она может выпить?» Жена приходит к мужу и обнимает его. «Ты меня любишь? Короче, что тебе купить?» В купе поезда сидят два пассажира. Один долго рассматривает другого, а потом говорит «Вы знаете, если бы не усы, вы были бы страшно похожи на мою жену». «Да, но у меня нет усов». «Зато у жены есть». С высотной стройки летят вниз два кирпича, один другому. Говорят, сегодня погода нелетная. Да черт с ней, с погодой, лишь бы человек хороший попался. «Вы на рояле играете?» «Нет, карты скользят». «На кладбище в Елопове, на плите надгробная эпитафия. Ну что, фраеры из профсоюза, поверили, что я болел?» По Тверской идет пожилая дама. К ней подходит молодой человек, видимо, приезжий. «Простите, вы не знаете, где здесь магазин имени Елисеева?» «Вон там, только не имени, а памяти». Но для немосквичей могу уточнить на всякий случай. Елисеевский магазин в Москве находился на улице Горького, сейчас на улице Тверской, улицу Переминовали. А назван он так, по имени бывшего хозяина, хозяина дореволюционного. О, фамилии. Далее по тексту. «В музее перед статуей Венеры стоят отец с маленьким сыном. Отец, если ты будешь грызть ногти, с тобой будет то же самое». Возмущенная покупательница говорит продавцу в отделе сыров. «Я не понимаю, что вы мне сказали об этом сыре. Он прислан из Швейцарии или выслан оттуда?» «Где ваш супруг?» «Дома, со стороны, со своим четвероногим другом. Я и не знал, что вы обзавелись собакой. Это вовсе не собака, а диван». Что такое смешанное чувство? Это тогда, когда собственная теща на собственной Волге зятя катится в пропасть. Еще раз. Это когда собственная теща на собственной Волге зятя катится в пропасть. Сколько цехов на заводе серп и молот? Три цех серпов, цех молотов и сборочный. «Знаешь, почему я заплакала?» спрашивает жена мужа, выходя из универмага. «Знаю, но у меня таких денег нет». Портой снимает мерки. Первая — 120 сантиметров, вторая — 120 сантиметров, третья — 120. «Мадам, где будем делать талию?» «Давно ли охотитесь на слонов?» «Да нет, недавно. Я приехал сюда ловить бабочек и потерял очки». Парикмахер спрашивает клиента, «Вас как подстричь?» «Молча». «Женщина о современных мужчинах!» «Положишь на себя — спит, положишь под себя — задыхается, положишь на бок — смотрит телевизор, поставишь на ноги — и след простыл». «Знаешь, дорогая, почему рыбы немые?» «Не знаю». «А ты сунь голову в воду и попробуй что-нибудь сказать». Один человек всегда любил преувеличивать. Даже в анкете в графе «Место рождения» писал «Восьми Палатинск». Но для тех, кто давно не был в Союзе Советских Социалистических Республик, есть такой город — Семипалатинск. Далее по тексту. «Сторож на пляже. Гражданин, вылезайте из воды. После восьми часов купаться запрещается». Голос из воды. «Я не купаюсь. Я тону». В троллейбус сбегает мужчина и сходу хватает женщину за грудь. «Хам! Как вам не стыдно? Что вы делаете? Простите, я думал, что началась давка». Один мужик стоит на трамвайной остановке и хохочет. «Чего вы смеетесь?» спрашивает его. «Да я кондуктора обманул. Взял билет и не поехал». Из разговора в поезде. «Вы знаете, у меня жена Ангел, счастливец, а моя еще жива». «Как строят заборы?» пишут слово из трех букв и прибивают к нему доски. «Пап, а почему бабушка по огороду зигзагами бегает?» «Для кого бабушка, а для кого теща? Отойди, не мешай целиться». «Секретарше директору, вы что, меня уволили?» «Нет, чего вы взяли?» «А диван почему убрали?» «Извините, что деньги мокрые», сказала дама продавцу в меховом магазине. «Муж так рыдал, когда отдавал их мне». Он и она занимаются любовью. Она, «Вась, ты меня любишь?» «А я что делаю?» «Вась, может, поженимся?» «Ладно, созвонимся». Одну женщину спросили, «Что вы делаете вечером?» «Всё, в квартире свадьба. В самый разгар веселья звонок. Открывает дверь. На площадке стоят два здоровенных лба. Мы из Бюро Добрых Услуг. Вы драку заказывали?» «У вашего мужа перелом руки». «Доктор, что... Что-то вы от меня скрываете. Я готов услышать самое худшее. Скажите правду. Он сможет мыть посуду?» «Разговор двух приятелей. Слушай, Ваня, я уже два месяца не имел женщину. Так у тебя же есть жена. Ты бы ещё маму вспомнил». Начальник спрашивает своего подчинённого, «Почему вы ежедневно опаздываете на работу?» «Да я у стенки сплю. Как утром начинаю перелизать?» Начальник говорит секретарше, «Я еду в госснаб, а от неё домой». От любви с первого взгляда есть прекрасное лекарство. Какое? Взглянуть второй раз. В зарубежной печати можно встретить утверждение, как будто закон всемирного тяготения открыл англичанин Ньютон, говорит лектор. Однако, ещё задолго до Ньютона закон этот действовал на Руси. «Никак не подберу себе жену. Девушке не нравится матери. А ты выбери такую, чтобы она была похожа на неё. Нет, что ты. Тогда у моего отца инфаркт будет». «Это ужасно», — ругается жена. «Ты стал часто приходить за полночь. Будешь с меня? Я не могу уснуть. Давай мне больше денег, а я буду приходить утром». В дверь квартиры стучатся грабители. «Кто там? Не бойтесь, не гости. Если ты мне откажешь, — сказал он, — я умру». Она отказала. Через 60 лет он умер. Жена подаёт на развод. «А какой повод у вас для развода?» спрашивает её судья. «Он заставляет меня есть всё, что я приготовила». Старушка с интересом заглядывает в коляску. «Какие изумительные близнецы! Оба мальчика?» «Нет, только слева», — отвечает хозяин коляски. «Справа дыня». В магазин заходит мальчик и спрашивает продавщицу. «Тётенька, у вас есть булочки с маком? А батон с аношой не хочешь?» «Мастер-помощнику, пойди окна покрась». Через некоторое время тот возвращается и спрашивает. «А рамы тоже красить?» За утренним чаем жена говорит мужу. «Завтра исполняется 22 года, как мы женаты. Не зарезать ли по этому поводу курицу и ещё чего? Курица ни в чём не виновата». «Официант, почему это блюдо так странно называется? Разбойниче рагу». «Вы это поймёте, когда я принесу счёт». «Когда ваша сестра думает выйти замуж?» «Всегда». «Наркоман идёт по рельсам и видит перерезанную крысу. Ой, какие мы нежные! Ну, прямо Анна Каренина!» «Жена, мне сегодня в метро трое мужчин уступили место. Муж, и тебе хватило?» «Жена говорит мужу, я сбегаю к соседке на минутку, а ты помешивай кашу каждые полчаса». «Холмс, объясните мне такое явление. Когда я захожу в туалет, свет сам зажигается, а когда выхожу, гаснет». «Это элементарно, Ватсон. Не путайте туалет с холодильником». Идёт мужик по лесу. «Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить?» «Ку!» «А почему так, ма?» Упала и умер. Смотрит муж на свою жену и говорит, «Была бы ты чужой, цены бы тебе не было». Зять похоронил тёщу, возвращается домой, сверху с крыши ему падает сосулька. Он поднял глаза к небу. «Господи, эта сволочь уже на небе!» Жена спрашивает мужа в канун Нового года. «В прошлом году мы подарили маме стул, а что подарим в этом году?» «Проведём в стул электричество. Один пилот говорит другому, скажи парашютистам, чтобы перестали прыгать. Мы ещё не взлетели. Как только я увижу тебя, так сразу вспоминаю Ковалёва. Но ведь я же не похож на него. Это верно, но он тоже должен мне 50 рублей. Я придумал новое ругательство. Не воскрёб! Что ж тут ругательного. Во-первых, звучно. Во-вторых, многоэтажно. А в-третьих, какова концовочка? Обломов кричит на всю усадьбу. «Иван! Иван!» Прибегает Иван. «Что угодно, барин? Хочу трахаться!» Иван, стягивая свои портки со вздохом, говорит, «Жениться вам, барин, пора!» Мужчина летит с двенадцатого этажа, на балконе пятого стоит обнажённая девушка. «А-а-а! Ух ты! А-а-а!» Ну, видимо, надо эти а разделить так. На балконе пятого этажа стоит обнажённая девушка. «А-а-а! Ух ты! А-а-а! Что вы такой грустный? Меня вчера в подъезде хотели побить. Чего вы взяли, что хотели? Если бы не хотели, не побили». «Грузин» подходит к родильному дому и кричит жене, которую видит в окне. «Кто родился? Мальчик?» Жена отрицательно кивает головой. «А кто?» «Грузин» спрашивает у русского, «Сколько ты зарабатываешь?» «Когда двести, когда триста, а когда триста пятьдесят?» «Понятно. День на день не приходится». «Придя домой после ночи картежной игры, муж радостно сообщает жене». «Знаешь, как мне сегодня повезло в карты?» «Предыдущий анекдот видимо, надо чуть-чуть уточнить. Я его просто, мне кажется, помню точнее. Сколько ты зарабатываешь? Имеется в виду в месяц. А когда тот отвечает «двести, триста, триста пятьдесят?» «Понятно. День на день не приходится». «Имея в виду, что это дневной заработок для него». «Далее по тексту». «Придя домой после ночи картежной игры, муж радостно сообщает жене». «Знаешь, как мне сегодня повезло в карты? Мой синий костюм, что ты мне сшила за двести рублей, я проиграл, как за шестьсот». «Маэстро» обращается дама к художнику. «Вы можете нарисовать мой портрет в обнаженном виде?» «Нет, ничего проще», отвечает художник и начинает раздеваться. Жена говорит мужу, «Посмотри, как наш сын стал хорошо учиться с тех пор, как мы ему платим за хорошие оценки». «Да, я знаю, но мне кажется, что он вошел в долю с учителем». «Да, я знаю, что он вошел в долю с учителем». что он вошел в долю с учителем». «Да, я знаю, что он вошел в долю с учителем».